Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Внимание! Канал Муз-ТВ и проект Фак объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свое резюме на нашу электронную почту. Фак собакамуздвизтв.ру. Тема конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. А теперь переходим к делу. Смотрите сегодня. Дэм Нэйшн. Промышленное скалолазание в декорации гражданской войны в США. Плюс роботы, паровые машины и возможность прокатиться на мотоцикле по отвесной стене. Шерл Коуз против Джека Потрошителя. Новая история о легендарном сыщике. В этой игре предстоит побывать на темных улицах мрачного Лондона и встретиться лицом к лицу с самим Джеком Потрошителем. Терминатор. Да придет спаситель. Шутер от команды разработчиков, профессионально работающих с кинолицензиями. Килен Фо. Атмосферная мочилова зомбаков лучших традиций Хлэв Фудет. Пройти игру до конца смогут только люди с железными нервами. Вселенная Терминатора лучше других подходит для интерактивных приключений с автоматом наперевес. Многолетняя война между людьми и машинами. Зловещая компьютерная сеть Скайнет. Путешествия во времени и замаскированные под человека киборги. Тем не менее, история знает всего несколько приличных проектов по Терминатору. Посмотрим, не стало ли в этом списке на одну игру больше. Действие стартует за два года до событий четвертой части. В 2016 году. Джон Коннор, будущий лидер человечества в войне против Скайнет, пережил атомную войну и выбирается на поверхность. Живой, но глубоко расстроенный. Будущее, которое, как он считал, удалось изменить, наступило. Война случилась, погибли миллионы людей. Выжившие формируют сопротивление. Но Джона не только не признают лидером. Руководитель уже имеется. Так что нам с вами, среди прочего, придется отстаивать свое право стать главным спасителем человечества. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске шутер от третьего лица, Терминатор, да придет спаситель, займет 8 ГБ. В основе геймплея Терминатора, классический современный боевик с использованием укрытий в духе Gears of War. В обычных шутерах, сидя в укрытии, вы смотрите прямо перед собой. Редко кто подходит к вам сзади или сбоку. В нашем случае, игрока постоянно будут атаковать с флангом. Терминаторы смогут крушить заслоны. Все это приведет к тому, что герою придется постоянно перемещаться между заграждениями. Другая причина, по которой игрок не сможет спокойно отсидеться за стеной, это враги. У многих из них всего одно уязвимое место, до которого еще нужно добраться. Пятерка за геймплей. Графика вполне приличная, но однообразные текстуры выдают ту спешку, в которой создавалась игра. Поклонника фильма порадует аутентичность местных развалин. И, конечно, скриптовые ролики. Четверка за внешний вид. Звучит Терминатор так, как будто только что сошел с экрана кинотеатра. 5 баллов за звук. Похоже, в игровой индустрии появилась команда разработчиков, профессионально работающая с тему лицензиями. Вслед за увлекательным Wanted и Bands of Fate выходят не менее захватывающие шутеры про Терминатора. Так держать. Пятерку получает сегодня игра. Терминатор, да придет спаситель. Очередная попытка сделать приличную игру во вселенной Терминатора, похоже, удалась. Немалую роль в этом, конечно, сыграла механика Gears of War. Но, как заявляют сами разработчики, реализовать все замыслы помешала к жесткой дате релиза, привязанной к кинопремьере. Зато вопросов по игре пришло много, и на самые частые из них мы ответим прямо сейчас. Вопрос. Помогите убить робота-паука. Ничто его не берет. Как быть? Отвечаем. Его так просто не уничтожить. У паука сзади расположен блок питания, а спереди толстая броня и смертоносные турели. Естественно, подойдя к вам, робот вряд ли решит услужливо развернуться. Поэтому придется побегать, чтобы вывести паука из строя. Вопрос. Мне не хватает патрон на беспилотные истребители. Как в них попасть? Отвечаем. Здесь нужно воспользоваться тем, что они довольно безобидные, и много здоровья у вас не отнимут. Поэтому дождитесь момента, когда истребители зависнут на одном месте. И только тогда открывайте огонь. Вопрос. Как справиться с двумя терминаторами, которые вылезают из стены? Никакое оружие на них не действует, и меня убивают. Что делать? Отвечаем. Обратите внимание на одного из ваших солдат. В углу, где горит лампа, он делает специальные гранаты. Подойдите и возьмите у него несколько. Такими зарядами вы сможете одолеть робота, если бросите их точно в цель. Вопрос. Ну, никак не могу подобраться к пауку со спины. Он разворачивается и начинает стрелять. Что делать? Отвечаем. В таких случаях вам придется полагаться на свою команду. Здесь ваша задача не самому убить робота, а отвлечь его внимание. Просто заставьте его развернуться в вашу сторону и повернуться спиной к напарникам. Если повезет, они успеют повредить его блок питания раньше, чем он убьет вас. Откарикская. Знаменитого сыщика Шерлока Холмса уже сталкивали с Арсеном Люпеном и последователями культа Птулху. В очередном приключении, который заготовили парни из Frogware Студио, Холмсу придется противостоять самому известному серийному убийце Джеку Потрошителю. Включай мозг! На дворе 1888 год. Лондон. Район Белой Церкви. В сердце и стенда находят страшные улики в виде обезображенных женских тел. Полиция без результата пытается напасть на след убийцы в то время, как количество жертв продолжает расти. Город постепенно начинает охватывать паника. За это безнадежное дело берется никто иной, как знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Нам в этот венчере предстоит вжиться в роль Холмса и, конечно же, в роль его помощника доктора Ватсона. Ну, куда же мы без него? А искать мы будем самого Джека Потрошителя. Как и во всех играх подобного рода, мы будем собирать улики, сопоставлять факты, разгадывать головоломки, чтобы в конечном счете возродить спокойствие в Лондоне. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,8 ГГц, 1 ГБ оперативный и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра Шерл Коумс против Джека Потрошителя займет 4 ГБ. Самое главное отличие от предыдущих проектов – это, конечно же, возможность переключения камеры как от первого лица, так и от третьего. Эта функция придает игре классические манеры квестостроения. Теперь мы можем без проблем передвигать курсор по экрану в поисках предметов и щелкать по земле, давая персонажу команду перейти туда или перебежать по двойному счетчику. Что же до минусов, то тут стоит отметить тот факт, что при прохождении игры возникает мысль о затянутости игрового процесса. Разработчики частенько отправляют нас совершать различные действия, мало связанные с основным сюжетом. Четверка за геймплей. Графика в игре поднимает планку качества на новый уровень, если, конечно, отталкиваться от предыдущих проектов Rockware Studio. Неплохое освещение, приятные текстуры, качественные видеоролики с разлутыми задниками. Все это, конечно же, хорошо, но вот чтобы лицезреть всю эту красоту, потребуется мощный персональный компьютер. Наша оценка за графическое оформление – 4 балла. Звуковое сопровождение игры можно описать как нечто таинственное. Хорошо озвученные диалоги с ненадоедающими репликами. Атмосферные шумы, поддерживающие загадочность всего проекта, произвели приятные впечатления и также заслуживают положительную оценку. 4 балла за музыкальное сопровождение. В этот раз поклонники квеста получили, безусловно, хорошую игрушку. Сама идея скрестить в одном проекте таких личностей, как Шерлока Холмса и Джека Потрошителя, как минимум вызывает жуткий интерес и как максимум наводит на абсурдные размышления. Можно задаться вопросом, а что если скрестить, к примеру, Терминатора и Готсула? Барни из Акраины рискнули, и надо заметить, не зря. Они подарили геймерам хорошую и качественную игрушку. Общая оценка игры 4 балла. На этот раз разработчики Шерлока Холмса прислушались к игрокам и добавили в игру режим от третьего лица. Кардинально улучшили графику и внедрили новые режимы ведения дела. От этого проект получился куда более интереснее, чем прошлая работа студии. Ну а теперь пришло время наших ответов на ваши вопросы по прохождению игры. Шерлок Холмс против Джека Потрошителя. Вопрос. Помогите. Я дошел до клоуна и не знаю, что с ним делать. Отвечаем. Клоуна нужно дергать за левую руку, а в другую давать определенную карту. Последовательность такова. Туз пик, четверка губей, четверка крестей. Следующий вопрос. Помогите, я никак не могу отбереть сейф в кабинете. Что мне делать? Отвечаем. Комбинация сейфа такова. 3-1-2-2-1-1. Заберите из сейфа бумаги и ключи и двигайтесь дальше. Следующий вопрос. Помогите. В одном моменте игры Холмс начинает задыхаться от непонятного вещества. Что мне делать? Отвечаем. Воспользуйтесь респиратором, который вы подобрали чуть раньше. Смотрите далее. Килен Флор. Атмосферное мочило зомбаков лучших традиций Хлэв Подет. Пройти игру до конца смогут только люди с железными нервами. Дэм Нэйшн. Промышленное скалолазание в декорации гражданской войны в США. Плюс роботы, паровые машины и возможность прокатиться на мотоцикле по отвесной стене. Дэм Нэйшн. Промышленное скалолазание в декорации гражданской войны в США. Плюс роботы, паровые машины и возможность прокатиться на мотоцикле по отвесной стене. Килен Флор. Атмосферное мочило зомбаков лучших традиций Хлэв Подет. Пройти игру до конца смогут только люди с железными нервами. Дэм Нэйшн. Экшн с огромными пространствами и сумасшедшей акробатикой. Главному герою по традиции отведена огромная роль в противостоянии человечества, инопланетным интервентом. Поначалу может показаться, что игровой процесс напоминает Assassin's Creed или Mirror's Edge. Однако на деле игра больше похожа на смесь Tomb Raider и Gears of War. Дэм Нэйшн относится к тому типу игр, которые на бумаге выглядят совершенно завораживающим образом. Стимпанк. Альтернативная история. Вертикальный экшн. Езда по отвесным поверхностям. Паркур. Можно сказать, что ожидая эту игру, все были максимально вдохновлены. Знакомство с живой игрой сработало как холодный душ. Внешне Дэм Нэйшн выглядит как крепкий бишутер от третьего лица. Не больше. Но тут важно не забывать про эффект Call of Juarez, когда слабая на первый взгляд игра к всеобщему удивлению оказалась очень даже ничего. Сюжет повествует нам о гражданской войне в США. В 20 веке на арене появляется корпорация Prescott Steam Industries, которая, вооружившись армией паровых человекоподобных роботов, грозится стереть с лица земли и коалицию юга и национальную армию севера. А вам, как всегда, придется решать глобальные проблемы человечества. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти, а также 10 ГБ на жестком диске. Главная проблема Damnation состоит в том, что все ее составляющие изолированы друг от друга. Заезды на мотоциклы по вертикальным поверхностям действительно есть, но они оказались отдельными этапами. Завести машину и рвануть на ближайшую стену в любой момент не получится. И совершенно зря, потому что второй особенностью Damnation являются действительно гигантские уровни и вертикальное перемещение по ним. Собственно, экшеном Damnation не лучше и не хуже, чем в любой другой игре, а должен быть лучше и значительно более разнообразен. 3 балла за геймплей. Положа руку на сердце, главное достоинство игры — ее эстетика. Это классический, в общем-то, гибрид стимпанка и альтернативные истории. Ничего, опять же, сверхъестественного, но мир Damnation выполнил с любовью, вниманием к деталям и явным званием дела. Хотя больше 3 баллов за внешний вид игры мы все-таки не поставим. Даже обилие роликов между миссиями и их продолжительность не повлияла на этот результат. А вот за звуковое сопровождение вполне можно поставить оценку и повыше. Хотя бы за достойное звучание такого объема диалогов и видеовставов. При этом больше 4 баллов за звук игра не заслуживает. Предлагаем вам посмотреть небольшой фрагмент из игры. Когда вам рассказывают об этой игре, она напоминает Assassin's Creed с пистолетами, но в реальности это скорее такая стимпанк-версия Tomb Raider, где приходится много стрелять. То есть вся акробатика, все ваши возможности заранее продуманы и прописаны. И залезть на выступ, который не предусмотрели геймдизайнеры, просто невозможно. К счастью, продуманное прописано действительно многое. Иначе наша общая оценка была бы еще ниже. А пока 4 балла с минусом. Если учитывать, что игра выросла из дополнения, ждать от нее большего было бы просто глупо. Как мы знаем, что мы можем верить тебе? Demnation это средненький шутер с кучей видеовставок. Очень похоже, что разработчики сделали основной упор на пользователей консолей, а версия для персоналок появилась как средство заработать денег. Ведь с таким проектом много не заработаешь. Что касается трудных мест в игре, то их практически нет. Но несколько вопросов по прохождению мы все-таки разберем. Первый вопрос. Помогите мне пройти игру в том месте, где дают задание отстоять мост. Я еще могу отстреливаться с турели. Врагов не очень много, и я их всех перестрелял. А что делать дальше? Отвечаем. Все очень просто. Внизу перед турелями есть свеча, которую нужно включить с помощью клавиши Shift. После чего игра продолжится роликом. Следующий вопрос. Я где-то слышал, что можно играть не только за главного героя, но и за девушку. А как это сделать, я так и не понял. Помогите. Помогаем. Играть за девушку можно только в кооперативном режиме прохождения игры. Следующий вопрос. На каком уровне я смогу покататься на мотоцикле? Отвечаем. Всего минут 30 или час игры, и вы наконец-то сможете на нем прокатиться. Хотя на первом байке будет не так интересно, как, скажем, впервые хотя бы только увидеть новый трайк. История противостояния человека и всевозможной нечисти началась в игровой индустрии еще в первых компьютерных играх. Взять хотя бы сериал Alone in the Dark, процветающий по сей день. Проект Killing Flow, о котором мы расскажем сегодня, ставит во главу угла отстрел зомби. И играть в него, кстати, не менее страшно, чем в проверенный временем хоррор-квест. Сюжетная завязка в таких играх, как Healing Flow, не очень-то и важна. Но, тем не менее, пару слов о ней. Итак, место действия Лондон. Некая корпорация, Коза-Анбиотек, занималась в своих подземных лабораториях тривиальными, в общем-то, вещами. Выращивала искусственных суперсолдат, эдаких правнуков овечки Голи. Естественно, путем клонирования. И, как обычно бывает в таких ситуациях, что-то в определенный момент пошло не так. В результате толпы зомби и всевозможных мутантов высыпали на улицы и стали терроризировать местное население. Оправившись от шока, королевская корона собрала волю в кулак и объединила под своими флагами спецотряда всевозможных головорезов и мастеров на все руки. За них-то нам и предстоит играть, выкашивая сотнями и тысячами кровожадных упырей. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2,4 ГГц. 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видеопамяти и 2 ГБ на жестком диске. Игровой процесс скилинг-флоу представляет для себя вариацию на тему Unreal Tournament в соответствующем антуражам. Мы высаживаемся на одну из пяти оригинальных локаций и мужественно отправляем на тот свет легионы нечисти и получаем за это вознаграждение в пунктах стерлингов. В коротких промежутках между волнами можно и нужно гонять в магазин, находящийся тут же на уровне, закупаться патронами и новым вооружением. После того, как все волны пройдут, на стене традиционно появляется босс. Простенько и со вкусом. Наша оценка геймплея 5 баллов. Выполнено все происходящее с использованием модифицированного движка Unreal Engine 2. Если брать в расчеты его возможности, авторы постарались выжать из него по максимуму. И надо заметить, у них это с блеском получилось. Радости прибавляют мелкие детали, вроде словно, брызг крови на шлеме и отличная анимация врагов. Все это играет на руку аутентичности игрового процесса. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Звук в Killer Flow выполняет, пожалуй, половину работы игры в плане запугивания игрока. Похожие методы были использованы в Doom 3. Разработчики решили не изобретать велосипед, а использовать опыт более опытных товарищей. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. С непривычки играть в Killer Flow реально страшно. Это не рельсовая Left 4 Dead, где упор делается на динамичность и разнообразие игрового процесса. Это не эпичность Doom'а и даже не давящая атмосфера Resident Evil. Killer Flow обладает своей особенной атмосферой, и это делает ее по-настоящему заметной игрой. Наша общая оценка Killer Flow 5 баллов. Киллинг Флоу проект, конечно, весьма специфический и на любителя. Но на наш взгляд, развитие идеи кооперативной охоты на зомби а-ля Call of Duty 5, гнетущая атмосфера сродни фиру и вполне адекватный искусственный интеллект, делают свое дело и привлекают внимание игровой общественности. А чтобы играть было понятнее, смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре Killer Flow. Первый вопрос. Сильно ли влияют на игру перки и что они дают? Отмечаем. Перки в Killer Flow — некое заигрывание с игроком на тему RPG-составляющей. Они не меняют стиль игры настолько, насколько это было реализовано, скажем, в Call of Duty 4. Но и определенные бонусы, конечно, дают. Их нельзя купить, только заработать. Скажем, если ваш перс долго и кропотливо кромсал мертвецов пожарным топором, то через какое-то время он получит бонус к использованию любого холодного оружия. Следующий вопрос. На режиме Survive я не доживаю до половины. Как справляться с таким огромным количеством зомби? Отвечаем. Данный режим предназначен в первую очередь для кооперативного прохождения. Одному будет очень тяжко. Но если вы настоящий герой, то попробуйте такую тактику. Обвешивайтесь самым мощным оружием и забаррикадируйтесь где-нибудь в тупичке. Также не лишним будет во время передышек вести диверсионную деятельность. Например, заваривать двери, из которых прут мертвецы. Следующий вопрос. Я с друзьями прошел все пять карт. Неужели игра действительно такая короткая? Отвечаем. Killing Flow — проект крайне малобюджетный и, по сути, представляет собой полуфанатский мод Unreal. Но разработчики позаботились о таких неистовых геймерах и вместе с игрой поставляется редактор уровней. Можете там создать свои уровни или скачать их с фанатских сайтов и сети. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был факт. Кстати, на вап-сайте телеканала Муз ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Мы будем общаться. Будем. Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdfistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!